Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня с вами снова идём в магазин КОС. Я надеюсь, что будет что-то новое, что мы ещё не примеряли. Смотрите, какое красивое пальто. Это мужское или женское? Женское, конечно. Какое шикарное пальто. Это с шарфом или это шарф-пределом к пальто. Оно такое в тонкую полоску. Я там отражаюсь. Так, ну давайте посмотрим, чего новенького. Что-нибудь мы тут попримеряем. Вон какая-то сумочка новенькая, симпатичная в витрине стоит. Зелёненькая. О, какое красивое. Сразу нас встречает пальто. И свитер. Свитер этот, кстати, я видела в прошлый раз. И хотела его померить. Может, я сейчас его померю. Давайте посмотрим, что у них есть. Я думаю, что я не буду снимать в магазине. Я уже так говорила, наверное, да? Потому что ничего особо нового нет. Там было такое красивое джинсовое платье в прошлый раз. Я хотела бы его померить. Вот не это вот, хотя это тоже можно померить, а другое. Может быть, сейчас я попримеряю джинсу. Тут что-то жёлтенькое у нас стоит красивое. Отлично. Так, давайте будем смотреть. Это мы, по-моему, смотрели. Или это был свитер? Нет. Такая кофта. Или кофта была, я уже не помню. А, нет. Это был вот этот свитер мы примеряли. Ну, похоже, во всяком случае. А вот такой на пуговицах мы ещё не примеряли. Много свитеров. А, вот такой свитер точно мы примеряли. Он был такой оранжевый с... Оранжевый с коричневым. It's ok. Короче, девочки, я начинаю выбирать. Вот это новый свитер в полосочку. Но я эти свитера их не очень люблю. От них лезет пух ужасно. Хотя расцветки очень красивые. Всё. Давайте будем выбирать, что мы будем мерить. Друзья, мои всем привет из примерченной из кос. Сегодня у нас вот такая интересная подборка джинсовых платьев. Интересный свитер. И помните, я топ примеряла в прошлом видео и платье такое? А это такой симбиоз между топом и платьем, который я примеряла в прошлом видео про кос. Здесь есть плечики. И к нему я принесла вот такие вот брюки синие. Потому что он не чёрный, а такой чуть-чуть синеватый. Хотя брюки отличаются по цвету. Но в принципе ничего. Посмотрим, что это за брюки. Мне нравится их фасон. И мне нравится их вот тут резинка. Я вам потом покажу, зачем это и для чего. Я думаю, что вы знаете. Если не знаете, то объясню. Всем привет, во-первых, из Канады. Во-вторых, я себя быстренько показываю. Значит, у меня такой сегодня... Я как будто бы немножко в пижаме. Это брюки, знаете, из Яникло. Был коллаб Яникло и Марни, по-моему. Если я не путаю. И в общем, у них были вот такие вот брюки. И платье с такой вот расцветкой. Я накупила и брюки, и платье разных цветов. В общем, короче, у меня их много. И к ним у меня вот такой топ. А я потом с нему покажу этот... Такого цвета, под цвет вот этих клеточек. Мои шлёпанцы, вы их уже много раз видели. У нас прохладненько, поэтому сверху вот такой белый... По-моему, из Майси подуть, я не помню. Жакет. И украшение у меня. Вот такая вот медаль с жемчужиной. Серёжки с жемчужиной. Брошка с жемчугом миленьким. И куча всяких колечек. Я в последнее время увлеклась разными кольцами. И мне очень нравится вот их носить на всех разных пальцах. С разными камушками. В общем, на одной руке, на другой руке. В общем, вот такой вот обьянник. Вот такой вот у нас этот... Как сказать? Ну, в общем... Безвкусица, безвкусица. Всё, давайте будем примерять. Хватит болтать. Я начинаю со свитером. Немножко не очень удачный у меня то, что под ним. Я решила померить его со своими брюками, потому что у меня вот брюки здесь такие... Тёмно-синий, классический фасон. И я думаю, что коричнево-синим как-то не очень, мне кажется, будет. Поэтому я вот примеряю, чем есть. Значит, он абсолютно весь вот в таких вот дырках. И у меня есть топ-моль внизу. Хорошо, что у меня есть топ, и я могу померить. Ну и, конечно, его надо носить с чем-то вниз, потому что он совершенно весь дырявый. Здесь вот, видите, дырок нету, а вот тут вот, значит, дырочки-дырочки. Но вы знаете, что мне это нравится, потому что я люблю такие вещи. Дело в том, что, ну вот с такими вещами очень можно классно играться. Свитер он и свитер. А, в принципе, под это можно под одеть какой-то топик, какую-то футболку и какие-то вот брюки, в общем, которые... Конечно, желательно что-то однотонное, желательно что-то светлое, мне кажется, чтобы вот было видно. Или платье какое-то, может быть, его можно на платье надеть, на джинсы этот свитер, но не буду уже. И при этом остаются голые рукава. У меня вопрос, конечно, по его, так сказать, использованию в зимнее время вот с этими вот рукавами. Но, опять же, вниз тоже можно надеть какой-то длинный рукав, чтобы руки не мерзли. А, честно говоря, у нас, например, когда на улице даже холодно, в помещении довольно тепло. Все, конечно же, топится и отапливается, поэтому если на вас надет пуховик, то он вас греет, а вы приходите куда-то в помещение, вы снимаете пуховик, и там никогда не бывает холодно. Но мне кажется, что это шерсть. И вот тоже у меня как бы он очень стильный, стилеобразующий. Вот эти вот дырки, они придают ему некоторой такой, знаете, ну, интересности, да? Но вот я люблю такие вещи, но не все это любят. И цвет. Ну, коричневый такой, знаете, ну, неплохой коричневый цвет, немножко мрачноватый. Кстати, это, по-моему, чистая шерсть. Я сейчас проверю. Тем более тогда становится странным. Шерстяной свитер вот с такими дырками весь насквозь. Но как сверху надеть на что-то, его очень можно даже очень надеть. Кстати, размер смола. Они очень большие. Как вы видите, он у меня совершенно нормальный. И можно было бы и медиум, но и смол тоже нормальный. Так, свитер. Он не чисто шерстяной. 55% шерсть и 45 хлопок. Видите, размер смол. Смол. Сколько он стоит? Ого! 225 долларов. Недешево, да. Ну, и если вы хотите, вот его, пожалуйста, номера. Меня просили оставлять линки, но линки... Дело в том, что у нас в Канаде нету кос онлайн. Мы не можем покупать онлайн, только есть магазин. И поэтому с линками, я не знаю, наверное, проблема. Но... Ну и потом, даже если да, то это будут какие-то американские линки или канадские. Не всем это подходит. И кто в Европе живет, им это не подходит. Поэтому вот, смотрите, такие вот номера. Можете сделать скриншот и записать. Что здесь? Что? Что здесь написано? Ну, шерсть какая-то там... Вот, 55% сертифицированной шерсти и... И все. Вот, 55% сертифицированной шерсти. Что бы это ни значило, я не знаю. Но выглядит он симпатично. Ожидаемо мне это платье маловато. Хотя это самый большой размер в магазине. По-моему, 12-й. Вообще, я у них ношу 10-й. Ну, вот такие вот платья узкие. В талию, так скажем, мне всегда нужен какой-то размер 14-й. Мне кажется, это даже 14-й. Я не знаю. Ну, в общем, большой размер. Но все равно оно мне узко. Вот видите, здесь вот на пузе расходятся эти пуговицы. И карманы оттопыриваются. Хотя платье очень красивое. Мне оно очень нравится. Я бы себе такое, конечно же, купила. Потому что я люблю вот такого типа платья. Я люблю джинсу. Это платье-рубашка. Красивый цвет джинсы. Я вам сейчас поснимаю его ближе, чтобы вы поняли. Видите, оно вот так вот сделано. Здесь отрезная кокетка. И все-все-все вот так вот ушито-ушито такими защипами. Все в талию ушито. И вот такая длина не очень длинная. Здесь вот оно как будто бы рубашка по сторонам. Мне, конечно, рукава длинные. Но я закатала. Здесь, видите, одна манжета у меня застегнута, вторая нет. Но это и не важно. Ну, вот такой вот Total Jeans. Сейчас тяну живот, чтобы было красиво. И чтобы я могла поставить на этот самый, на превью. Красивую фотографию. У меня в джинсовом платье с овтянутым животом, как будто бы у меня как раз улыбнулись. Воротничок, улыбочка, ножки с крестиком. Так, состав этого платья. 63% хлопок, 37 леоцел. Стоит оно 225 долларов. Вот это его номера. И это был 12-й размер. И оно мне маловато. Мне нужен был бы, наверное, 14-й вот здесь вот. Но вот в плечах, наверное, было бы очень большое. Хотя у него как таковых плечей нету, видите. А просто вот такая вот кокетка, переходящая в руках. Сшито очень красиво. Красивые вот эти вот защипы, карманчики. В общем, все, что надо. А как он сзади? А сзади точно так же, как спереди. Вот эта вот кокетка. Красивая джинса, правда. Красивый цвет. И очень красивые вот эти вот защипы, которые идут по центру, по бокам. Вот так вот очень все аккуратненько сделано, хорошо. В общем, красивое платье. Но мне нужен был вообще 14-й размер. И я не уверена, что он будет мне хорошо. Потому что очень много будет объема сверху. Ну, в общем, платье, скорее всего, не мой фасончик. Так, следующее джинсовое платье. И тут я что-то не поняла. Не то оно мне мало. Не то оно должно быть вот с таким вот напуском. Потому что вот эта линия талии вот здесь у меня, она у меня вот здесь, если я опущу ее вниз. Вообще, я сначала думала, что это комбинезон. Но оказалось, что это платье. И вот оно на такой степени длинное. Если я его еще опущу, то оно вообще будет... Я вам сейчас покажу. Во-первых, оно у меня маленькое становится. Во-вторых... Ну, в общем... Во-вторых, оно становится какой-то совершенно несуразное. И летом не на мой рост. Что, скорее всего, нужен больший размер. Но больший размер у меня будет вообще... Оно мне и так, видите, как этот самый. Как будто свадебное платье со шлейфом. Я, в принципе... Не пойму. Нет, не пойму. Или это надо носить. Ну, видите, это у меня маловато. Но или это надо вот так носить. Или его надо действительно реально поднимать. Чтобы было как... А, кстати, я вот на манекене снимала его. Я, может, потом зафоткаю еще. Посмотрю, как оно на манекене сидит. Я думаю, что оно должно быть вот... Талия вот здесь. Иначе это не... Ну, странно выглядит. Во всяком случае, его можно вот так вот потянуть. И сделать как будто бы... Как будто вы это такой, знаете, юбка с рубашкой. Можно надеть пояс. У меня есть в сумке пояс, который я на брюки надевала. Сейчас я примерю с поясом. Потому что... Нет, у меня нет пояса. Я его оставила в машине. Ну, ладно. Вот, в принципе, если вот так вот взять... Надеть пояс, то оно будет держаться. И это будет выглядеть как будто бы это... Боже, что так тут темно? Будет выглядеть как будто бы это рубашка и длинная юбка. Но зачем это нужно, я не знаю. Когда можно надеть рубашку и юбку, мне нужно совершенно ничего придумывать с этим платьем. В общем, платье симпатичное. Джинса такая классная. Но тоже, наверное, не мое. Ни на мой размер, ни на мой рост. Я помню, что я как-то примеряла подобное платье. У них уже было похожее тоже. С такой низкой талией. И там был размер побольше я взяла. И оно не было такое длинное. Смотрите, я его так вот подняла. И оно мне до самого пола. Так, состав платья. 62% хлопок и стальной лиоцел. Вот его номера. Стоит оно 275 долларов. Американский десятый размер. Ну и вот такое вот платье длиннющее. Очень модное. Вот эта вот юбка длинная. А, здесь вот видите такие кнопочки. Здесь это сделаны кнопочки. Здесь пуговица. И здесь тоже пуговица. Не замок, а ширинка как будто бы сна пуговиц. Как левайс вот. 51 или 501 левайс, который самый известный. 501, по-моему, там тоже всегда на ширинке пуговица, а не замок. И сзади вот оно просто сделано. Кокетка, два карманчика. Ну вот как будто бы это джинсы. Джинсы и рубашка джинсовая сверху. Вот такое интересное платьице. Так, костюм. Ну вот видите, как с размерами никогда я... Нет, иногда угадываю. Ну, очень тяжело угадать. Это блуза. Это ларч. И она мне большая. Ну, в принципе, нормально. Я, в принципе, думаю, что она должна быть вот такая вот свободная, широкая. Вот помните, я платье примеряла? То тоже было такое. Большие плечи, длинная рукава. И вот такое вот оно. Видите, большое, большое, большое сзади. Может быть, и так и должно быть? Я бы, конечно, наверное, если бы покупала, то купила бы медиум себе. Потому что она мне прямо свободна. Прям много места. И шикарнейшие синие брюки. Здесь очень приятные ткани. Сейчас я вам их покажу. А может быть, я сниму потом эту кофту. У меня там топик есть. Я вам их покажу. В общем, вместе выглядят симпатично, стильно, прикольно. И очень, очень даже неплохо. Вот эти вот брючки такие коротковатые. Видно, щиколотка. Я очень люблю такого типа брюки. Смотрите. Очень стильный вид. Здесь плечи приделанные. И правда, это выглядят вот эти вот косовские вещи с этими, знаете, вот с такой вот деконструктивным дизайном. Они очень интересные. И вот такие вот брюки вместе с такими брюшками. Это просто очень классно. Единственное, что я бы, наверное, все-таки взяла размерчик поменьше. А брюки размерчик побольше. Потому что они мне чуть-чуть маловат. Но, в принципе, хотя это мой десятый, который я всегда у них ношу. Но, в принципе, ничего. Неплохо. Так, 71% вискозы. Все остальное синтетика. Это 135 долларов он стоит. Это был размер LARCH. Вот его номера. И надо было мне вспомнить, что платье такое же, которое... Такое же точно практически только платье я примеряла. И оно мне было великовато LARCH. И топ. Наверное, надо было брать medium. Ну, вот такой вот он. Очень интересный. Посмотрите. Как-то здесь что-то зашито, пришито. В общем, прикольно, прикольно. И сзади просто. Сзади молния. Ну, вот такая вот штука. Вот такой вот топ. Вот я вам показываю брюки без... Без кофты. Смотрите. Они вот так вот сделаны на таких вот защипах. И у них еще внутри такая есть резинка, чтобы увеличить. Или уменьшить размер. Но мне бы надо было увеличить. Но, по-моему, увеличить нельзя. Можно только уменьшить. Я вам сейчас тоже покажу. Видите, они мне вот перевешиваются у меня здесь. Они мне в талии маловато. А так, в принципе, брюки очень классные. Приятная очень ткань. Очень похожа на шерсть. Наверное, нет. Но я сейчас вам покажу состав. Брючки супер. Очень классные. Мне очень нравится вот этот фасон. Такие бананы. И длина мне нравится. Я люблю такие чуть-чуть коротковатые. Которые. И чуть-чуть клешные. Не слишком широкие. Вот такие то, что надо. Цвет такой темный-темный-синий. Так, брюки стопроцентной шерсти. Я действительно угадала. И чувствуется это видно по ткани. Тоненькая, легкая и очень приятная на ощупь. Стоят они 225 долларов. Я примеряла 10 размер, который мне должен быть как раз. Но они мне маловаты. Нужен был бы 12, что меня расстраивает. Но что делать. Вот их код, номера. И что я хотела. А, вот я хотела вам показать вот эту вот конструкцию с резинкой. Я знаю это потому, что я когда-то своим детям, когда они были маленькие, покупала джинсы. Детские вещи очень часто бывают вот с такой вот конструкцией. Если вам, видите, вы можете регулировать ширину пояса. То есть, натянувши эту резинку, я плохо снимаю, вот так, натянувши и застегнувши на пуговице вот здесь, вы таким образом уменьшаете ширину талии, ширину пояса. То есть, если у вас талия уже, чем бедра, и на талии брюки вам великоваты, вы можете чуть-чуть уменьшить, вытянув вот так вот эту резинку, застегнув ее вот на эту пуговицу. Я сейчас не буду, одной рукой мне неудобно. И вот таким образом, видите, оно даже уже стало чуть-чуть вот так волнистое. То есть, оно уменьшается. Сделать так равномерно с обеих сторон, и это очень удобный вариант. Я почему помню, что как детские брюки, которые у меня дети были очень худые, маленькие, им все вечно штаны были велики, широки. Я покупала джинсы, им вот так вот всегда уменьшала. В детских джинсах часто встречается вот такой фасон. Во взрослых брюках я не видела, но вот кос молодцы, додумались сделать. Правда, мне бы надо было бы их расширить, а не уменьшить. Они мне в талии маловаты, что, в общем-то, невозможно, к сожалению. Так, ну такие у нас были примерки сегодня. Что-то я в размеры не попала сегодня ни с чем. Брюки, кстати, Марни. Я когда их сняла, я проверила. Это Юниклос Марни, и они, кстати, очень прикольные. Вот, посмотрите, они высокая талия. Здесь у них еще резинка сделана, карманчики. Замочек здесь, и здесь еще веревочка. Они очень симпатично сидят на мне. У меня есть еще одна пара таких брюк. Горчичные с черным. Клеточка вот так. Вот. А эти вот такие вот у меня. Они немножко как пижамка, но они классные. Ну что, девочки, сегодня был как-то... Что-то я... Брюки эти неплохие, но маловаты чуть-чуть. Но, в принципе, хорошие. Кофта эта хорошая, но великовато. Нужен мой больший размер. Свитер коричневый неплохой, но... Дырки эти смутили меня. И два платья джинсовых, которые мне оба малы. Бывает. Вот такие неудачные примерки. Кто скажет, что я не свой размер тащу в примерочный, я хочу сказать, что десятый – это абсолютно мой размер брюк. Я всегда примеряю десятый. Вот эти мне маловаты. Платья я принесла самые большие, которые были в магазине. Вот. Ну, в общем, вот так. Все. Люблю, целую всех. Всем привет из Канады. С вами была Дита. Всем пока. Bye. Bye-bye.